Продолжу рассказывать о том, что происходит с долларом. Недавно мы наблюдали резкий рост курса доллара и, соответственно, падение рубля. Чем это вызвано? Ну, очевидно, дефицитом бюджета в связи с военными действиями на Украине. Дефицит бюджета имеет место быть. Деньги покрываются за счет этого самого дефицита бюджета, то есть это впервые. И деньги выплачиваются, а налоги в это время немножечко сокращались. И было прогнозирование, что, в общем, все это будет продолжаться. И курс доллара резко пошел вверх. Посмотрите, в июне месяце он был еще в районе 80 рублей за доллар. Вот сейчас вы видите, да, на трейдинг-вью. Потом он немножечко повышался, но все было вполне объяснимо, все логично. И он повысился аж до 83-84 рублей за доллар. Ну, все логично, так сказать, там военные действия и так далее, и так далее. Там конъюнктура рынка, прочее, прочее. Что происходит? Смотрите, доллар пошел вверх. Деньги печатаются. И начинают действовать следующие механизмы. У нас, давайте вспомним, если совсем далеко зайдем, то в начале специальной военной операции был сначала резкий, ну, не получается у меня, резкий скачок доллара. Потом, значит, Набиулина резко подняла ставку ключевую. Ну, и ей удалось все это дело стабилизировать. И для того, чтобы доллар, да, и дальше рубль на глазах у всех изумленных зрителей начал укрепляться вместо того, чтобы, ну, это было год назад, вместо того, чтобы, казалось бы, падать. Потому что, ну, вроде все, так сказать, бегут из России, но с другой стороны все, так сказать, там, прикрыли это бегство и так далее. И что сделала Набиулина? Она разрешила экспортерам в то время, еще год назад, даже больше, разрешила экспортерам оставлять валютную выручку там, потому что, ну, свифта обрубили России и прочее, прочее. И, соответственно, зачем сюда доллары везти, когда здесь они никому не нужны, в общем, потому что свифт отключен. И, соответственно, лишние доллары будут только еще излишне укреплять рубль. То есть, тогда была проблема справиться с укреплением рубля, потому что укрепление рубля, это, ну, грозило обвалом экономики, потому что и бюджет, значит, там трещал по швам и так далее, пенсии надо выплачивать, а выплачивать укрепленным рублем, в общем, так сказать, не очень хотелось. И поэтому, поэтому было разрешено, опять же, экспортерам оставлять выручку за рубежом. И сейчас ситуация полностью обратная. Давайте посмотрим, что происходит сейчас. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Девятков Юрий. Давайте взглянем на график, который происходит прямо сейчас. Ну, смотрите, что произошло вот год назад. Это сразу экспортные потоки обрубились, то есть, поток доллара в страну, ну, в смысле, импортный, поток импорта нам обрубили, России. То есть, нам девать доллары некуда, а доллары еще идут, ну, то есть, старые контракты. Россия продолжает выполнять, Европа плачет, но продолжает выполнять старые контракты. То есть, к нам текли деньги рекой, продолжали. И весь 2022 год там буквально, значит, все получали сверхприбыли. Набиулина, я повторяю, разрешила оставлять экспортерам деньги там, чтобы, ну, излишне не воздействовать на курс доллара. Сейчас ситуация поменялась. За год экспортные потоки перенаправились в Китай, в Индию, что логично, там, Эмираты, Турция и прочее, прочее. Их роль резко возросла, роль Европы резко уменьшилась. С одной стороны, это экспортные потоки. То есть, мы газ гоним туда, в Китай, в Индию, нефть. И, значит, Индия с успехом из нашей нефти делает нефтепродукты и поставляет их в Европу. То есть, если раньше Россия непосредственно в Европу поставляла нефтепродукты, то сейчас Россия поставляет нефть в Индию, а из Индии нефтепродукты идут уже в Европу. И, соответственно, ну, у Европы-то все в порядке вроде как, да? У России нефтепродукты сейчас не покупаются, а покупаются они у Индии. Ну, собственно говоря, вот примерно такая нехитрая схема. С одной стороны, да. Но с другой стороны, здесь есть нюансы, как всегда. Опять же, импорт. Смотрите, импорт начал перенаправляться тоже. Значит, если импорт нам сразу обрубила Европа, весь импорт, то, соответственно, импорт, ну, нам платить доллары некуда, и, значит, соответственно, рубль укрепляется, доллары не нужны никому. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, с другой стороны, Россия начинает, ну, как бы, налаживать связи, какие-то там параллельные импорт делать, значит, какие-то фирмочки организовываться и так далее. Через всякие, опять же, эмираты, через не знаю что, то начали российские компании, ну, покупать что-то и проводить платежи. Как-то хитро, хитрым способом. И Запад с удивлением, конечно, смотрит и с изумлением, как Россия хитро извернулась из-за этого. Вот, опустим всякие, так сказать, там, соображения морального качества или там какого-то еще, но факт остается фактом. Импорт восстановился, да, это большей частью все-таки товары другого качества и по более высокой цене при том же качестве, но тем не менее. И, соответственно, а рублей не хватает, потому что рубли нужны на проведение специальной военной операции. Что происходит? Ну, происходит, естественно, так сказать, как бы процесс, когда идут военные действия в стране, естественно, начинается инфляция. То есть, за счет инфляции все это решается. Но инфляция у нас не начинается, а инфляция начинается с долларов. То есть, резко начал расти курс доллара. Резко начал расти курс доллара. И для того, чтобы, ну, как-то стабилизировать межторговый баланс, да и просто балансы, то есть, как бы бюджет российский уже не очень справляется, нужно повышать, в общем, курс доллара и понижать курс рубля. Если пониженный курс рубля, пожалуйста, экспортеры продают, значит, соответственно, доллары и бюджет пополняется. Но экспортеры не торопятся пополнять, продавать свои доллары, потому что что, они дураки, что ли, если доллар резко растет. Продадим-ка мы его позже. И в результате наблюдаем то, что мы наблюдаем. Начиная с начала августа, да, с начала августа, резко мы видим доллар попер вверх. И, значит, тут уже начинается, ну, он очень резко попер вверх, начинаются всякие армагеддонские сценарии, выползает Димура из-под коряги, значит, говорит, что все, ребята, скоро доллар будет 200 стоить, 150, ну, как обычно. Кто такой Димура? Ну, Степан Димура – это известный товарищ, который предсказал, что будет дефолт, и, значит, на этом он очень сильно заработал в свое время, значит, много-много миллионов рублей. Вот, с тех пор он предсказывает постоянно исключительно дефолт, исключительно доллар по 150, вот, и, значит, бьет всегда в одну точку. Соответственно, я так понимаю, что деньги он уже все, что заработал миллионы, профукал на своих прогнозах. Ну, тем не менее, значит, когда возникает такая ситуация, всегда вытаскивают Димуру, говорят, слушай, ну, расскажи нам, до скольки будет? Он, а-а-а, до 200. Ну, не может быть доллар 200, я уже говорил в предыдущих своих видео, и даже 100 уже, в общем-то, запредельно, потому что за ростом доллара последует рост импортных товаров. А рост импортных товаров – это инфляция, люди сразу начнут страдать, а и уже страдают, потому что, скажем, ну, прежде всего, запчасти импортные, значит, полностью для иномарок, а у нас сейчас у всех иномарки, значит, соответственно, дорожают там запчасти для станков, для оборудования, которое тоже импортное, и, соответственно, это не может не отразиться на конечных ценах, с каким-то лагом временным. Но это неминуемо произойдет, если доллар не остановить. И поэтому я говорил, я сказал, что, ребята, доллар упадет, абсолютно точно. Ну, и я на это поставил. И смотрите, что происходит. Я думал, что это произойдет буквально к сегодняшнему дню, значит, должно было произойти или с завтрашнего дня, то есть четверг-пятница, потому что обычно это происходит в конце недели, но на самом деле это произошло недели раньше, и в пятницу после 17 часов, что характерно, было объявлено, что Набиулина собирается созвать неочередное заседание Центробанка. И вот, что мы наблюдаем в этот момент. Вот эта вот красная линия, это как раз в тот момент и произошла. Смотрите, доллар таки вырос и перескочил за 100, он был 101,5, там 101,58, по-моему, там, ну, неважно на самом деле. Вот, и резко на этой новости доллар полетел вниз. В понедельник вот это вот зеленое, вот вы не смотрите на этот минимум, который 92 рубля, это всего одна сделка. Я вам ее сейчас покажу чуть позже на бирже. Это всего одна сделка буквально, и это все вот это вот, все вот это вот движение, это в течение одной минуты после открытия биржи, это, судя по всему, какой-то брокер там, ну, хорошо подзаработал. Вот. А у брокера, так сказать, как бы, это не живой человек, это наверняка был робот, потому что ни один человек с такой скоростью не мог среагировать. Вот. То есть вот это вот, вот этот вот выплюх, это, в общем, не характерный. Значит, дальше руб, доллар попытался немножечко подрасти, но ему не дали, обрубили голову, и вот в течение недели он падал, падал и падал. И сейчас уже голоса идут другие совершенно. Не, значит, что доллар пробьет 100, 120, там, 150, а сейчас уже голоса наоборот. А, он будет лететь до, там, до 80 или до 90, все гадают. Вот. Поэтому, ну, во-первых, я оказался прав, что говорил, что доллар упадет, но, в общем, я на этом пытался заработать, и заработал, но заработал очень мало, всего 20% за неделю. То есть там, я вложил 50 тысяч, сейчас у меня там где-то 60 тысяч, по результатам. Было 72 тысячи максимум, но, немножечко эта сумма уменьшилась. Вот. Я показывал в прошлом видео. Сейчас я покажу вам результат, который у меня сейчас есть. Сегодня четверг, сегодня экспирация недельных опционов. Я уже говорил, что я торгую опционами. Как я это делаю, я рассказываю на курсе, значит, биржа для чайников плюс опционы. То есть я их совместно как-то продаю за 15 тысяч рублей. Почему совместно? Потому что без биржи для чайников, если человек не знает базовых знаний, как все это устроено, курс по опционам будет очень-очень тяжел, потому что там очень много математики. Вот. Итак, смотрите, куда же упадет, до какой степени будет опущен доллар? Я думаю, что в самых-самых радужных мечтах это будет 90 рублей за доллар. Вот на этой стабилизации все и произойдет, собственно говоря. Ну, для чего нужен доллар в 90? Ну, во-первых, нужно пополнять бюджет, там дефицит. Сейчас дефицит уже ликвидирован. Во-вторых, значит, бюджет пополняется за счет налогов и так далее. Вот. И здесь важно не загасить промышленность, естественно. Сейчас я об этом расскажу. Итак, смотрите, что произошло. Ну, во-первых, было объявлено, что заседание Центробанка будет. Центробанк ожидалось, что он повысит ставку на 2-2,5 процента. Он повысил ее аж на 3,5. То есть была 8,5, по-моему, стало 12 сразу. Понимаете, да? То есть там очень хорошо поднялась ставка. Это сильнейший удар. И, естественно, после повышения ставки, ну, во-первых, значит, достаточно резко идет укрепление национальной валюты. Но, с другой стороны, оно, ну, как бы вначале резко, а потом так постепенно, постепенно, постепенно. К чему ведет повышение ставки? Ну, это подорожание рубля для банков. И что происходит дальше? Банки начинают с каким-то, через какое-то время, начинают повышать ставки по кредитам. Ставки кредитования. А ставки кредитования, это ставки кредитования и для населения, и для экономики. То есть, соответственно, в экономику деньги поступают дороже. Значит, для людей эти деньги становятся дороже. И есть такие инструменты на фондовом рынке, как облигации. Это инструмент с фиксированным купонным доходом. А если, скажем, доходность выросла до 12%, а по облигации доход, ну, скажем, 4-5-6%, как обычно, это купонный доход, то, значит, соответственно, для того, чтобы в облигации был смысл вкладываться, она должна приносить доходность, ну, скажем, там, те же самые 12-13%. То есть, за счет чего это делается? За счет того, что цена на облигации падает. И это тоже логичный процесс. А что такое облигации? Облигации – это тоже долги, которые выпускает предприятие. То есть, минуя банк, различные компании или государство берет в долг. То есть, как бы и государство, и самые крупные компании начинают, как бы, тоже отсекаться от денежных средств. То есть, они начинают брать деньги, то есть, могут взять деньги под больший процент. Это невыгодно, и это ведет к торможению экономики. Вот такая история. Поэтому с повышением ставки перебарщивать нельзя. Надо ее повышать аккуратно. Но здесь просто экстренное было заседание. До 12% Набиулина подняла ставку. Почему это она сделала? Ну, потому что Центробанк всегда говорил, что для нее главная цель, для Набиулина – это таргетирование инфляции. То есть, удержать инфляцию, удержать рост цен. И она с этим успешно справляется, собственно говоря, все. Вот. Но после того, посмотрите, как ставка была поднята, ну, как бы, доллар не дрогнул, рубль не дрогнул, и рубль, как бы, начал движение, так сказать, продолжать как-то. Что делать дальше? Центробанку. А все очень просто. У Центробанка повышение ставки – это не единственный способ. У Центробанка есть другие еще варианты давления на субъекты, значит, на банки и на экспортеров. И вот вчера, буквально вчера, состоялось заседание, закрытое, с различными компаниями и с лицами, которые влияют как раз на курс доллара. И кто влияет? Экспортеры. Компания-экспортеры. И там были Силуанов, была Набиулина, значит, соответственно, вот со стороны государства, и были крупнейшие экспортеры. Экспортеры, естественно, говорят, что… Да, Силуанов говорит, давайте-ка мы вернем валютный контроль, то есть введем обязательство всем экспортерам продавать 100% выручки. Из того даже, что у них есть. Экспортеры, естественно, говорят, не-не-не-не-не, так сказать, как же так, это нас… ну это что, мы продадим свои доллары, а потом будем снова покупать, если мы захотим что-то купить. Ну, вот, так сказать, как бы Силуанов говорит, ну да, что такого. Вот. И, значит, они говорят, нет, ну давайте как-то договоримся. И они очень-очень долго договаривались, и, судя по всему, по сообщениям в Телеграм-каналах, сейчас я попытаюсь показать это дело, вот оно. Ну, как бы они договорились, сейчас я не буду это показывать. Здесь первое сообщение в банк, значит, у меня зафиксировано, что в России в 2022 году выросло число долларовых миллионеров. То есть, кому война, грубо говоря, кому мать родна, долларовые миллионеры выросли. За счет чего? За счет того, что всякие вот эти вот левые схемы импортозамещений и так далее, и так далее, ну, люди делают деньги. Кто-то волнуется, кто-то орет, значит, кто-то в панике, а кто-то делает деньги. Число долларовых миллионеров выросло. Впервые со времени кризиса 2008 года, вот так, благосостояние мировое уменьшилось. То есть, богатые стали богаче, бедные стали беднее, как обычно все. Вот, и вот здесь вот график представлен. Сейчас я его попытаюсь, да, вот он. Ключевая ставка ЦБ и курс доллара к рублю. Смотрите. Ну, здесь в 2014 году кризис был. Значит, смотрите. Так, 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 где тут она? Ключевая ставка ЦБ РФ. Внеплановые заседания ЦБ. Да, внеплановые заседания. Вот они, внеплановые заседания. Значит, ключевая ставка. А, курс доллара к рублю зелененький. Курс доллара к рублю зелененький. Ключевая ставка. Вот смотрите. Вот здесь в 2014 году наблюдался резкий рост. Что это было? Присоединение Крыма. Если кто помнит. Вот. В 2014 году курс доллар резко пошел вверх. Значит, ставку подняли до 17%. Соответственно. И курс доллара резко стабилизировался. Вот он. Резко стабилизировался. Он был до этого, значит, сколько там? 36, по-моему, рублей за доллар. Стал, сколько там? 46. Ну, как бы, или 43. Там, я не помню, уже стабилизировался. И дальше, что делает Центробанк? Постепенно опускает ставочку. Постепенно опускает ставочку. И дальше, когда стабилизировался на том уровне, значит, в районе 60 рублей. За доллар. Соответственно, говорят, ну ладно, все нормально. Вот она, ставочка долго не менялась. Дальше ставочка опять продолжает снижаться. Почему? Потому что надо стимулировать экономику, там, и так далее, и так далее. И дальше все, смотрите, дальше полный стабилизировался. Все хорошо. Значит, там, где вы были 7 лет, вот они, значит, где мы были 7 лет. И дальше ставка продолжает снижаться, а курс доллара, ну, потихонечку так болтается. И вроде бы все нормально. Вроде бы все нормально до последнего времени, до 2022 года. Когда ломанулся, естественно, доллар в конце февраля после известных событий. Доллар ломанулся вверх. Значит, опять заседание Центробанка поднимает ставку аж до 20 сразу. Тут же курс доллара начинает снижаться. И потихонечку снижается ставка 17, 12, 11, там, 10, 9. И, значит, вот ставочка уже там до 7% по-моему опускалась. Дальше она стала 8, 8,5. И вот сейчас курс доллара резко пошел вверх, соответственно, да. И когда дефицит бюджета возник, и вот оно внеочередное заседание. Здравствуйте, приехали. Ну и, соответственно, где-то вот мы ожидаем, ну, я ожидаю где-то на районе вот такой вот 90. То есть, ну, каждый раз он немножечко повыше стабилизируется. Вот таким образом. Теперь это поставки. Смотрите. К управлению курсом рубля ЦБ подходит гораздо более комплексно, чем казалось поначалу. Ведется не публично и во многом не формально работа с крупнейшими экспортерами. Продавайте валютную выручку поактивнее. И держите нас в курсе объемов продаж и заграничных валютах закромов. Ждем, что все это будет сделано добровольно. Ну, а если вы не хотите добровольно, ну, у нас есть рычаги воздействия на вас. Вот. И, короче говоря, таким образом обсудили и договорились. Вот такая история. То есть, у Центробанка есть первый механизм, это ставочка. Второе, значит, работа с экспортерами, значит, для того, чтобы стабилизировать баланс. И, соответственно, есть еще, значит, там ставка, не то что ставка рефинансирования, а то, что делает Китай, значит, уровень резервирования для банков, там, и так далее, и так далее. Что, в общем, сказать, каждая из этих вещей болезненно действует. Ну, давайте посмотрим теперь на биржу, что там происходит. А там происходит вот следующее. Сейчас я график немножечко изменю. Масштаб. А там происходит, ну, вот ровно то самое. Значит, когда я сказал, я примерно вот здесь вот сказал, что все, я ожидаю, что курс доллара будет снижаться, я построил опционную стратегию, о которой я рассказывал в свое время, значит, два видео назад. Вот, и я эту опционную стратегию построил, и с ужасом смотрю, что доллар продолжает расти. Думаю, блин, неужели я ошибся. И вдруг он начнет падать в четверг. Но этого не случилось. Он начал падать сразу, там, через день, и все, сказать, я точно угадал. У меня в тот день было, ну, как бы вот в этот момент, там, 72 тысячи. Дальше вот здесь вот я немножечко потерял, и, соответственно, сейчас, сейчас у меня вот, посмотрите, вот такая ситуация на счете. Напоминаю, что на счет я внес 50 тысяч рублей, сейчас у меня вот они, 57,161 плюс 1393 рубля. То есть 58 где-то, ну, сейчас меньше, чем 59, ну, только что было 60 недавно. Вот такая история. Что я делаю? Ну, вот он сейчас подрос, сейчас будет падать. Посмотрите, что у меня сейчас за ситуация. Сейчас достаточно агрессивная ситуация. Минус 2,90 дельта, вот она. Минус 2,90, то есть у меня продано почти 3 тысячи долларов сейчас за счет фондового рынка. И вот посмотрите, что у меня с дельтой. Это вот это вот самое 2,90, вот минус 2,90. Смотрите, если курс будет снижаться, то есть идти вот в эту сторону, у нас по оси абсцисс это курс рубля к доллару, курс или доллара к рублю. Вот, то есть если он будет снижаться дальше, то есть до 90, вот эта линия, это 90, так, сейчас я отключу обновление. Вот эта линия, это 90 рублей за доллар, вот она. То есть если будет снижаться, то у меня идет в соответствии с моей опционной стратегией с ускорением, с ускорением, ну как бы продажа фьючерсов. Продажа фьючерсов, то есть я не просто продал фьючерсы, а я продал сейчас чуть-чуть, но они будут ускоряться, вплоть до 32 фьючерсов проданных на момент, ну если они уйдут в бесконечность. Вот, ну давайте посмотрим, каким образом это построено. Сейчас вот уже вернемся сюда. Сейчас у нас сегодня четверг, это день экспирации по предыдущей неделе, там у меня есть еще позиции какие-то, которые будут закрыты сегодня, ну после 19 точно они закроются, уже экспирируются. Я могу показать эти позиции, но там ничего интересного, там у меня продано, смотрите, вернее куплены путы 2 плюс 5 плюс 1, всего 8 путов куплено и минус 5 минус 3, 8 путов продано. То есть здесь я, ну как бы продал, продал доллар по 99 500, продал долларов по 98 рублей, продал доллары по 97 рублей, ну как продал, это как бы отложенные продажи, я за это заплатил, за эти путы. И значит вот здесь я их выкупаю, эти доллары, то есть по этим позициям у меня скоро будет обнуление и зафиксируются соответствующие позиции. Сейчас здесь уже не имеет смысла их продавать или менять, потому что по ним временная стоимость 0, буквально по всем, кроме вот этой минус 3, 11 рублей, но это ни о чем. Вот, соответственно, я их оставляю неизменными и то же самое по, видите, вот они мои позиции по опционам кол, то есть соответственно было куплено сколько-то опционов по кол и продано 2 опциона кол. Сейчас курс, вот он, strike, то есть примерно здесь находится доллар, то есть вот эти у меня позиции просто обнулятся, соответственно и больше ничего не произойдет, никаких фьючерсов у меня не появится. Те, кто прошел курс по опционам, они понимают о чем идет речь. И я уже сейчас начал строить уже следующую стратегию, на следующей неделе уже, следующая неделя это 24.08, 24 февраля, будет экспирация по следующей неделе и на следующей неделе у меня, соответственно, ну, грубо говоря, вот такая позиция. У меня куплен один фьючерс, ну, там просто цена была хорошая, кто-то, так сказать, продавал его по дешевке, я его купил. Вот сейчас, например, да, только что вы видите, красненьким скакнуло, а, это спрос, ну да, вот, а здесь было предложение, соответственно, красненькое загорелось у меня вот здесь. Я настроил просто так таблицу, доску опционов, что я сразу вижу, где выгодные цены. Как это делать, я рассказывал на курсе по опционам. Вот, и, соответственно, у меня один опцион пут куплен, 10 опционов пут продано на текущем страйке с максимальной временной стоимостью 1133 и куплено еще 40 опционов пут вот здесь. Для чего я это сделал? Для того, что если сейчас вот, ну, сейчас 91-92 сражается, как только он пойдет еще ниже, значит, есть здесь вероятность того, что он пойдет ниже, то есть, если он до 90 рублей опустится, то, собственно говоря, я вот эти все продам, а вот эти все выкуплю. Ну, как бы, где-то так. Сейчас я на центральном страйке их буду продавать. Вот, если он опустится сюда, вот эти я продам, здесь куплю соответствующее количество, ну, и построю, как обычно, у меня шляпа или перевернутый кондор. Опять же, те, кто понимает, те понимают. Сейчас вот эти вот, смотрите, вот сейчас эти опционы, пут, стоят 400, вот теоретическая цена, 473 рубля за один опцион, 473. А страйк на страйке, вот он, страйк 92 сейчас в этом районе, на страйке они стоят примерно 1194, то есть, примерно в три раза дороже. То есть, если сегодня курс резко ломанет сюда, то вот эти опционы подорожают в три раза. Не на три процента, не на три рубля, а в три раза. То есть, они будут стоить примерно 1200 рублей, понимаете, да? Вот, ради этого я и торгую опционами, и поэтому они, значит, идут с ускорением. Вот такая история. Ну и, соответственно, сейчас я покупаю опционный кол, потому что будет отскок, ну, как бы по дешевке покупаю опционный кол. Потом, когда они начнут расти, они начнут расти. Поэтому у меня вот общая картина вот такая, моей пока опционной стратегии, вот такая ямочка. Что это значит? Это значит, что если курс будет болтаться вот здесь, то у меня будут убытки. Если курс резко упадет, либо резко вырастет по каким-то причинам, то я в прибыли. Но потом я буду продавать на текущем страйке, как только вот он идет сюда, я здесь покупаю опционный кол. И здесь, как только курс начинает сюда поворачиваться, я продаю опционный путь. И, соответственно, у меня вот эта картинка переворачивается, и она будет вот такой вот примерно. Вот, то есть, если курс будет болтаться здесь, то у меня прибыль будет, ну, в районе там, ну, скажем, 30 тысяч рублей. Но потом, значит, соответственно, если они улетают дальше, то у меня там дикие убытки. Ну, вот такие они опционы. Что я думаю, что будет Центробанк делать? Ну, как я уже сказал, что Центробанк, мне кажется, что где-то в районе 90 он постарается устаканить до 90 рублей за доллар. Ну, может быть, 89, но вряд ли ниже. Ну, и то 89 будет по инерции, и вот когда 90 рублей подойдет, значит, он начнет понижать уже ключевую ставку. То есть, все стабилизировалось, успокойтесь, ребята. И, значит, дальше уже на курс доллара будут влиять такие факторы, как переговоры, значит, там, соответственно, значит, там, смена правительства в России или в Украине, значит, там, ну, в ту или иную сторону. Ну, как-то все будет. Вот. И рубль сильно укрепится только, когда санкции снимут. Вряд ли это произойдет в ближайшие. Не знаю, дай бог мне дожить до этого времени уже, когда Свифт подключит. Не знаю. Или санкции все снимут. Ну, посмотрим, что будет. Ну, скажем, если произойдут события, там, типа государственного переворота и так далее, я вполне допускаю, что и такое может произойти, тогда, соответственно, курс доллара резко опять скакнет вверх, ну, а потом устаканится после того, как будет понятен результат данного события. Ну, то есть, так называемый черный ливень. И когда резкие колебания, конечно же, лучше быть на срочном рынке и торговать лучше, конечно же, опционами. Если очень грамотно построить стратегию, здесь можно в разы увеличить свой депозит. Как это делать, я повторяю, рассказываю на курсе по опционам, на которые можно записаться, если вы увидите вон там ссылочку, там или QR-код вы сейчас увидите прямо, ну и так далее, и так далее. Еще раз напоминаю, за время специальной военной операции количество долларовых миллионеров в России выросло. При этом уровень благосостояния средних россиян снизился, и вам решать, где вы хотите быть, в какой категории. В той категории, у которой благосостояние повышается, или у той, которая понижается. Вы можете писать мне все, что угодно, но выбор остается за вами. Делайте выбор, господа. Задавайте вопросы, пишите комментарии. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok